С этим ангаром мне просто повезло. Ух ты, какие здесь красивые клопы лесные. Достаточно сухая солома. Главное, ничего здесь не поджигать. Утром продолжим. По лёжке, касательно именно спального места, может быть каремат, все-таки подложу себе. Понятное дело, это термошелл, сам нам было в виде спальника. Шелтером просто накроюсь, чтобы влажность утром, которая придет, меня все-таки не застигла. Ну и все. Здесь я немножко поддую, будет у меня мешок под голову, формат подушки. Все. Ну, уже не утро, но, тем не менее, доброе утро. Уже собрался, двигаться дальше. Конечно, солома это отличный такой вариант, который просто, значит, находка. Что же касательно находок? Значит, нашел вот такой баллон. Я, кстати, тоже таким периодически пользуюсь, они недорогие. Вот здесь. Единственное, что там, остатки газа. И с этим желательно поступать следующим образом. То есть, газовые баллоны лучше пробивать, чтобы остатки газа не рванули. Он как раз сейчас холодненький, сразу, то есть, можно приложить к какому-нибудь там синяку. Но, опять-таки, расходовать баллон газа на синяк, я думаю, что не стоит. Настяк, 여러. А с тебя всё suженая. А с тебя все что-нибудь любя глупитrou. Обхожу этот холм с противоположной стороны, там тоже есть помещение, ангар. Говорю честно, я в нем был, вот, как минимум, вчера. Сейчас покажу, что там есть. Ну, достаточно такие интересные находки. И заходим сюда. Вот он. То есть, получается, с обратной стороны. То есть, с другой стороны, в помещение, где я только что был. Я не знаю, каким образом здесь это оказалось и для чего оно нужно было, но сейчас покажу детальнее, что это. Здесь много вот таких вот пленок. Причем, смотрите, какой широкий формат. Что здесь изображено, как-то сложно сказать. Но это видео. Это видеопленка. Есть также более мелкие. То есть, тоже непонятно, что изображено. И вот таких пленок здесь немалое количество. Сейчас покажу еще парочку. Нашел титры. Смотрите. Тут написано. Еще одна ночь. Шахризады. Часть 8. Конец. То есть, тут пролетела звезда. И, кстати говоря, нашел, где можно что-то разглядеть. Вот такие вот исходники. Обратите внимание. Там какие-то люди, девушки. После сна желательно себя подготовить и свой организм, так сказать, завести. Ну, в данном случае, там может быть зарядка. Я сейчас не буду показывать полномасштабные действия зарядки, потому как я это уже как-то показывал. Еще обязательно продемонстрирую пару интересных упражнений. Главное, чтобы эта зарядка не отнимала много энергии, потому что вам предстоит еще какие-либо движения. Вот. Но, один элемент хочу вам продемонстрировать. Оно отрабатывается с помощью вот таких вот двух палок. Ничего сложного. То есть, смотрите. Я, получается, одну палку уложил на спину. Захватил руками. А вторая проходит вот здесь. Вдоль позвоночника. Это отличный способ выровнять осанку. Но, конечно, это не делается двухминутным удержанием. Это в течение пяти минут с возможными поворотами в разные стороны. Обратите внимание, насколько ровно справляется спина. И вот так, по-хорошему, минут десять. Походить немножко, подвигаться. Вот. Возникает правильное ощущение в спине, и она потом становится более такая подвижная. Но это кроме еще, конечно же, упражнений, которые я обязательно покажу. Я все-таки решил посмотреть. Ну, просто любопытно, как минимум. Вот, если вы помните, я на холм залазил, и там такие были колодцы, ведущие в закрытый, закрытый бункер. Вот сейчас туда я планирую заглянуть. Но, помните, да, что любой риск, а это рискованное мероприятие, он должен быть максимально оправданным. Чем в данном случае оправдан определенный небольшой риск? Любопытством. Вот, человек сам по себе, по сути своей. Мы, в принципе, исследователи. У нас все для этого есть. Все органы чувств, мозг, все соответствует тому, чтобы, ну, человечество, скажем так, занималось наиболее продуктивной деятельностью. Но, к сожалению, мы пошли не по тому пути развития. Войны, вся эта дележка с территориями там и так далее. Ну, примитивно. Еще очень, очень примитивно. И, к сожалению, ну, как-то слабое развитие. То есть, как бы оно есть, вроде бы уже и в космос летаем, но как-то очень медленно. Все вяло, вяло, вяло. Поэтому я тоже отношусь к исследователям. Главное, знаете, кроме того, что ты исследуешь для себя, ты исследуешь для других. То есть, в этой жизни, кроме потребления, желательно что-то еще и давать. Ну, то есть, давать людям, дают знания, технологии. Поэтому такой момент важный. Я же вот в таких своих мероприятиях достаточно серьезно, эмоционально заряжаюсь и, ну, естественно, двигаю какие-то новые разработки. Ладно. Так вот, риск минимальный. Потому что я лично туда сейчас погружаться не собираюсь. А довольно часто я использую свой третий глаз для погружения. Это безопасно. Единственное, что я рискую этим третий глазом. Вот. Его оставить там, но его нужно просто правильно и грамотно подготовить, снарядить и погрузить вовнутрь. Так. Робот для погружения готов. Ну, как робот. Ну, управляться он будет очень просто. То есть, с помощью вот этого паракорда. Но к низу я его усилил дополнительным источником цвета. В данном случае это Wizard Pro. Вот. Сразу на мощном, хорошем режиме. И обращу ваше внимание, что умеренный белый цвет. Цвет, ну, гораздо более эффективнее работает с точки зрения именно визуализации объектов на местности. Пошел спуск. Осмотр по периметру. Подходим к основной части. Осмотр. Спуск на грунт. Или спуск на грунт. По периметру. Проверка вверху. Проверка вверху. Проверка. Проверка вверху. Выход. Соприкосновение с грунтом. Просмотр верхней части Подход к второму входу Слева Металлическая основа Просмотр правой части Левее Фиксация Отрыв от грунта Подъем Обратили внимание? Там во второй точке Во втором входе Что-то напоминающее Топорище У меня даже есть чем это изъять Глубины Состыковка с объектом состоялась Теперь подъем Для тех, кто включил только что И смотрит Предварительная разведка была роботом И показала, что там Есть нечто интересное И вот Вот такой вот Ух ты Хорошо, к нему пристал Смотрите Отличный, по-моему, вариант Железяки Я как-то нашел в колодце утюг Старый Такой древний Вот с помощью этого же магнита А здесь Я его обнаружил Изначально камерой А потом уже Произвели погружение Можно привести в порядок И будет отличный топор Вроде даже звук такой Правильный Хочу показать Таким образом Мелкокалиберную веревку Смотать так Чтобы она Не запутывалась В момент того Когда вы ее распускаете И Вы могли распустить Определенное количество А моток оставался В нетронутом виде Смотрите Получается вот такая вот Восьмерка Возвращаемся к утренней теме Днище от газового баллона Как я и говорил Из провизии у меня орехи Разного калибра Шоколад Ну это так Порадовать Себя любимого Смотрите В данном случае Я беру баф Можно взять любую другую ткань И Вот этим шоколадом Я изначально вымазываю Вот это днище А после Тканью получается Начинаю Его хорошенечко Затирать То есть по сути говоря Шоколадом Таким образом Можно довести до Ну практически идеального блеска Единственное Что это не делается Конечно за 10-15 минут То есть этому нужно Уделить какое-то время Вот Ну и после результата Как вы понимаете Должен быть Правильный А именно То есть В этом случае Линза Которая Фокусирует Свет Очень хорошо Отрабатывает себя Только прежде чем А Прежде чем Пытаться На подготовленном Естественно Заранее Каком-нибудь Предмете Который должен Воспламениться Провести этот эксперимент Вы должны На пальце Понять Какой пучок Собирается И лучшим временем Для этого Является время Где-то с 11 До часу дня То есть когда солнце Находится в максимальном Таком зените Ну в летнее время Можно и позже Сейчас 8 Периодически Идут облака Поэтому Если вы настроились Добыть Каким-то Волшебным образом Ну я имею ввиду С помощью солнца Каких-либо Предметов Огонь То правильным Временем Является Время Еще раз говорю С 11 До часу дня Это самое такое Яркое время Ну а Также Был найден Вот такой вот Отличный кусок Мрамора Он просто Прекрасно Практически Справляется Со своей задачей Знаете Рабочий нож Это не нож Полочник Который вы купили Положили на полку И радуетесь Рабочий нож Он Должен не бояться Таких-либо Серьезных работ Ну и в то же самое время Конечно он должен быть В постоянном уходе С вашей стороны Затачивать его Конечно Я думаю Что На этом брусочке Будет Не очень Но Он очень ровный Прям Смотрю и Радуюсь Ну чтобы вы понимали Да Этого достаточно Вполне То есть мне не нужно В бритву его выточить Этого вполне достаточно Для того чтобы Он мог справляться С какими-то такими Грубыми работами Для тонких работ Всегда можно использовать Максимально хорошо Заточенный На шейник Вот И опять-таки Если вы обратили внимание Размещение на шейнике На резинке С помощью фиксации На карабине То есть через Клечо Я его Через голову Вернее его одеваю И таким образом Нож Можно регулировать То есть я могу Его спустить ниже Могу его поднять выше И когда я наклоняюсь Он мне не мешает Только фонарь мешает Вот так Но Как вы поняли Исследование данной территории Конечно же не закончилось Все Скоро увидимся И кстати говоря Неплохо Если вы добываете огонь С помощью увлечительного стекла Либо такой линзы Это делать В солнцезащитных очках Потому как Если вы там Потратите на это Хотя бы там Десять минут У вас будут Такие зайцы Перед глазами Ну то есть Зеленое пятно На протяжении Несколько часов Вам гарантировано Прямо перед вами Вот так